На страже мирного неба 147-й зенитный ракетный полк празднует 75-летие. Полк успешно выполняет задачи, готов. С чего все начиналось? Преступный клад в Бобруйские супруги хранили не семейный очаг, а запас марихуаны. Устанавливается причастность лиц к сбыту наркотического средства. Сколько грамм изъяли правоохранители? Ближе к звездам белорусы отмечают День авиации и космонавтики. Многие мои ученики стали летчиками. С кого берем пример? А также рабочий визит, рублевые сбережения и отечественная новинка. Первый беспилотный трактор в Беларуси проходит испытание. Когда запустят в работу? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Накануне белорусский лидер прибыл с рабочим визитом в Россию. В первый день активные переговоры. Несмотря на обширный список, тем для обсуждения во главе угла экономика. Также лидеры стран затронули развитие сотрудничества в других различных сферах и вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. На особом контроле региональная международная обстановка, координация действий на имеющиеся вызовы и угрозы. Спасибо вам за поддержку по портовому хозяйству. Мы работаем, смотрим на другие порты, помогают россияне, портовики нам отгружать продукцию. Словом, нет такого, что валяется товар на берегу океана и мы не можем вывезти или море. Мы работаем и в Санкт-Петербурге, в Мурманске работаем, работаем в Дальнем Востоке. На севере, правильно? Да, на севере. Перспективно. Очень интересно. Северный морской путь. Мы уже поставляли, оказывается, товары по Севмортпути, не имея порту Мурманске. Мы несколько уже тысяч тонн поставили. Очень удобные для наших производителей. Поэтому ваша поддержка здесь для нас была очень важной и актуальной. Мы, что тут скрывать, с вами перебросились уже по некоторым вопросам экономического характера. Вы меня поддержали в том, что 15 числа премьеры наши встретятся и посмотрят на экономические вопросы, которые надо решить. Это для нас очень важно. Не обошли стороной и тему космоса. Для нашей республики это был ответственный, важный и громкий момент. Александр Лукашенко выразил благодарность Владимиру Путину. В грядущих планах совместная работа по развитию целой космической программы. Глава государства подчеркнул, мы готовы включиться в процесс, люди есть. На одной волне в Бобруйске задержали супругов, которые хранили и употребляли марихуану. При обыске правоохранители обнаружили и изъяли более 550 грамм наркотического вещества. Муж и жена уверяли, каннабис использовать собирались исключительно в личных целях. Они пояснили, что нарвали дикорастущую коноплю в окрестностях города и высушили ее для дальнейшего собственного употребления. Устанавливается причастность лиц к сбыту наркотического средства. Возбуждено уголовное дело. Ограничения на вывоз, национальная валюта и помощь пернатым. Белорусские энергетики установят более 200 платформ для гнездования аистов на линиях электропередач. Для чего? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Экспорт белорусских товаров достиг максимальных показателей за 12 лет. Это свидетельствует об эффективности принятых мер по переориентации товарных потоков на рынке дружественных стран. Продукция «Синеогая» представлена более чем в 150 государствах. В прошлом году продажи росли как в СНГ, так и за его пределами. В Беларуси вводится временное ограничение на вывоз пшеницы, ржи, овса, кукурузы, гречихи и прочих злаков. Теперь, чтобы переправить товар через границу, необходимо получить разовую лицензию. Выдавать их будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облсполкомами. Запрет не касается продукции, которая вывозится в качестве гуманитарной помощи или припасов. Население республики продолжает наращивать сбережения в национальной валюте. В марте средний объем рублевых депозитов увеличился на почти 193 миллиона рублей. Долларовые вклады, наоборот, снизились на безмалого 17,5 миллионов. По словам специалистов, банковский сектор намерен содействовать устойчивому экономическому развитию страны. Первый беспилотный трактор в Беларуси проходит испытания. Инновационная разработка передана для научных исследований, что будет способствовать повышению качества и эффективности подготовки кадров для аграрно-промышленного комплекса. В приоритете создание программного обеспечения для распознавания движимых и недвижимых объектов при выполнении сельхозработ. Белорусские энергетики установят более 200 платформ для гнездования аистов на линиях электропередач. Делается это не только для того, чтобы избежать коротких замыканий, но и спасти птиц от ударов током. Ежегодно пернатые достраивают и ремонтируют свои жилища. Они становятся тяжелее и иногда достигают 300 килограмм. По словам специалистов, железная конструкция такую нагрузку выдержит. Храня небесный покой, 147-й зенитный ракетный полк отмечает 75-летие. В фойе городского театра, где проходило торжество, гостей встречал полковой оркестр и тематическая выставка. Боевые знамена, макеты техники и различные атрибуты из истории. Лишь та малая часть, которая могла разместиться на месте. Отметить боевую доблесть служащих и поздравить со знаковой датой на торжественной церемонии собрались руководство города, личный состав, ветераны, руководители других воинских формирований. Все награды нашли своих героев. За настроение отвечали творческие коллективы. Всего представили 10 номеров. Со сцены прозвучали как знакомые композиции, так и оригинальные в исполнении служащих. Сегодня прекрасный концерт для всего личного состава. Хочу поблагодарить и всех, кто прибыл на этот концерт, всех поздравить свой личный состав, всех ветеранов, командиров, которые командовали в разные времена существования нашего полка. Полк успешно выполняет задачи, готов всегда, в любое время, в любых условиях обстановки. 147-й зенитный ракетный полк размещается в кутаистских казармах Бобруйской крепости. Формирование сменило немало названий, но сохранило свое предназначение. Военнослужащие защищают рубежи родины с 1 апреля 1949-го. Открыть для детей и подростков небо и космос, научить проектировать и строить модели самолетов и ракет, самостоятельно запускать их под облакам. Все это дает бобруйским ребятам объединение по интересам авиамодельный спорт. О чем мечтают юные мастера и снится ли им полет в космос, узнал Виталий Гаврусев. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Полет к звездам снился не одному поколению мальчишек и девчонок, но не надо думать, что абсолютно все современные дети мечтают быть директорами и менеджерами. Некоторые ребята, так же как и их отцы и дедушки, хотят оторваться от земли. Арсений Костенко занимается авиамоделизмом уже 4 года. За это время смастерил немало моделей самолетов. Сейчас юный техник уверен, свое будущее свяжет именно с этой деятельностью. Сначала начинал, как и все остальные, с более меньших моделей. И потом, мне стало это еще больше интересно, начал собирать уже более серьезные модели по типу планиров или вот гордовые модели. Мои последующие планы на будущее, думаю, позаниматься. В последующем, когда я стану постарше, пойти в ДАОСАВ на полеты на планере или прыжки парашютом. И в последующем пойти на инженера, проектировать, может быть, в последующем технику, летательный аппарат. Здесь дети своими руками конструируют и собирают модели самолетов, а также отрабатывают технику планирования. Александр Федоров сейчас погружен в разработки, мастерит рейки. Мне вот нравится тут ходить. У меня есть много друзей. Меня сюда привела мама. Мне вот очень интересно. Современное авиамоделирование совершенствуется с каждым годом. Конечно, модели таких самолетов можно купить. Но задача занятий научиться делать все самим, от винтика до готового аппарата. А это очень важно. В создании авиамодели используются обычные строительные материалы. Бальза, специальная древесина, а также пластик и стеклопластик. Наш кружок в основном направлен на изучение, даже не изучение, а строительство, монтаж и изготовление моделей летательных аппаратов. Ну, просто можно сказать, моделей самолетов. При этом они изучают теорию. Освоение космического пространства всегда будоражило умы ученых и испытателей. И вот 12 апреля 1961-го корабль «Спутник Восток» был выведен в открытый космос впервые с человеком на борту. Летчик-космонавт Юрий Гагарин стал не только символ покорения космоса, но и одним из самых известных людей 20 века. Кто знает, может кому-то из этих ребят тоже дано выйти на орбиту. Время покажет. Обязательно, почему бы и нет. Ну, просто нужно пройти специальную подготовку. Наверное, любой летчик, тот же самый космонавт. Я думаю, что да, ребята могут. Сегодня важно и то, что наша соотечественница стала героем Беларуси. Награду накануне вручил Александр Лукашенко. Владимир Путин, в свою очередь, удостоил Марину Василевскую ордена Гагарина. Ее полет – новый уровень участия в космических программах нашей страны и союзных отношений Беларуси и России. Марина среди двух империй. Российская, самая передовая в космосе и американцы. Ну, вы понимаете, это не просто имидж. Это величайшая победа нашей страны. Народ наш этого заслужил. И в этом направлении мы будем делать все и еще немало сделаем. Белорусска провела на Международной космической станции 12 суток. Свой первый полет в космос Марина Василевская посвятила родной стране и ее народу. Она доказала – полет к звездам – это не сон. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск-360. Хорошей на глазах в Бобруйске продолжаются работы по благоустройству. Качественную апгрейду готовят дорожные артерии города, срезают старый асфальт. Сейчас работы ведутся на 50 лет в ЛКСМ. К укладке асфальта специалисты планируют приступить на следующей неделе. На покрытии, не требующем изменения, обновляют разметку. Объем работ в 2024-м значительно выше прошлогоднего. Более 30 тысяч квадратных метров засияют свежими красками. Вместо асфальта ложат плитку, упорядкивают. Там красиво уже начали. От Минской уже они дошли до 6-й поликлиники. Там уже хорошо, красиво. И дальше улаживают плиткой. Город нас облагораживает. Каждый год у нас красивее и красивее. Мы довольны нашим Бобруйском. Очень зеленый, деревьев много. Дороги хорошие, тротуары хорошие. Дома ремонтируются. На площадь придешь, там такая красота. Освещение у нас хорошее. К весне город обновляется, оживает. Скоро распустятся цветы, станет ярче еще. Подкрашивают. Вот сейчас вот мы шли, деревья белят. Для комфорта жителей, не покладая рук, трудятся и над тротуарами. Новые тропинки создают удобство в каждом районе. Особое внимание в безбарьерной среде. Для людей с инвалидностью укладывают специальное тактильное покрытие. Сразу после нас зумеры онлайн. Почему современная молодежь не спешит заводить семью? Кто должен зарабатывать деньги и о чем паре лучше договориться на берегу? Расскажем, не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!